До старта летней оздоровительной кампании осталось несколько недель. Готовность региона к этому событию обсудили на заседании правительства. Стоимость путевки в загородный лагерь составит в этом году 12,5 тысяч рублей. В санаторно-оздоровительной – 17 тысяч. Дети из семей так называемой льготной категории – малоимущие и многодетные – отправятся отдыхать бесплатно. О своем участии в летней оздоровительной кампании заявили 524 базы отдыха и здоровления. Из них 6 санаторно-оздоровительных лагерей, 15 загородных, 433 лагеря дневного пребывания, 73 лагеря труда и отдыха. Прием заявлений на детский отдых начинается в первый рабочий день года. В 2017 на эту дату пришлось 6 тысяч обращений родителей через портал Госуслуг и МФЦ. Большая часть предпочла менее удобный, но проверенный личный прием. Пометуя эту особенность, мы открыли 73 окна приема. Это в городе Иванове, где у нас обычно всегда самый большой наплыв. Было принято 3,5 тысячи заявлений, что позволило нам в течение 25 минут, начиная с 9 утра, всю волну принять заявление, а дальше все идет в рабочем режиме. Работать, пока дети отдыхают, будут вожатые. К их подготовке особое внимание. Сейчас на курсах в педколледжах 154 человека. По окончании им предстоит защитить творческие проекты. На федеральном уровне активно обсуждается идея разработки и принятия в 2018 году единого профессионального стандарта вожатых. Предполагается, что это будет документ, который включит в себя единые квалификационные требования к вожатым, их подготовке и обучению. В летние каникулы школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. В бюджете областного центра предусмотрено 6 миллионов рублей на организацию трудовых отрядов. 2-3 часа в день ребята будут заниматься благоустройством городских улиц, скверов и дворов. В этом году рабочие места смогут получить более тысячи подростков. Из них в мае мы где-то трудоустроим 100 человек. И оставшуюся часть мы будем разбивать на смены. И начнем с июня уже эту тысячу людей трудоустраивать. Подводя итог, губернатор напомнил, возможность отдохнуть летом должна быть у каждого ребенка. Это дети с девиантным поведением, дети-инвалиды. Поэтому внедрение практики, организация профильных смен для таких детей должно быть приоритетом. Также Павел Коньков обратил особое внимание всех, кто занимается организацией детского отдыха. Работа эта не должна быть формальной. Практически каждый год в лагерях из-за халатности взрослых происходят несчастные случаи с детьми. Мария Смирнова, Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин